Привет, я Ирина Хакамада и мой подкаст «Челософия». Я столько много говорю в своих челософских подкастах о высоком и духовном, что, конечно, возникает естественный вопрос. Если мы все-таки, пусть даже причудо природы и не доживотное, но у нас много от животного мира, прежде всего за счет того, что мы существуем в биологическом теле, абсолютно материальном. Может быть, оно сложнее, чем у животных, но все равно мы являемся высокоразвитым животным, с сознанием и так далее, с душой, может быть, но все равно есть тело. И вот что брать от животного? Многие думают, это инстинкт, инстинкт должен быть там бороться за лидерство, зарабатывать максимум денег, убивать своих врагов и так далее. Очень плохо наблюдает за природой и за животными. На самом деле, самое главное, что нужно забрать от животного, это инстинкт самосохранения своего физического тела. Посмотрите на брачные бои самцов. Никогда эти бои в любом виде и подвиде животных и насекомых, кого угодно, не заканчиваются убийством другого. В какой-то момент обязательно тот, кто слабее, наклоняет голову, показывает, что он проиграл, и он уходит. И тот, кто посильнее, его отпускает. Возьмем, к примеру, гепарда. Он развивает дикую скорость в течение 30 секунд. Все его тело выстроено, вытянутое, красивое, приспособлено для того, чтобы догнать самое быстрое животное из тех, кто находится ниже его в пищевой цепи. Он хищник. Поэтому он гоняется за косулями, очень быстрыми оленями и так далее. И что делает гепард? Если в течение 30 секунд он не смог достигнуть шеи своей жертвы, то он отступает и ложится спать. И спит голодный. Почему? Потому что у него есть инстинкт. Он не осознает этого, но его тело подает инстинктивные сигналы, что если он будет бежать дальше, он умрет от инфаркта. Что делает человек в среднем? Теперь это касается и женщин, и мужчин. У меня есть цель, и я к ней бегу. Я бегу, 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 бегу. У меня уже скоро сдаст все тело, у меня уже плохо работает сердце, а я все к ней бегу. Потому что у меня есть цель. И дальше человек начинает дико болеть или даже может умереть от инфаркта. Того же самого. Что делают деловые партнеры или оппоненты и так далее везде? И в политике, и в большой политике, и в экономике, и в конкуренции. Это мой враг, и я его уничтожу. И уничтожается с такими жертвами, с такими страстями, что потом разрушается абсолютно все здоровье этого организма. Человечеству не хватает инстинкта самосохранения животных. Причем этого не хватает человечеству на всех уровнях. Не только на уровне обыкновенного простого человека. И на самом высоком, включая и политику, и войны, и так далее. К сожалению. Вот такой Челосовский вывод. Поэтому, пожалуйста, включайте инстинкт самосохранения животного. Не надо гнаться тогда, когда у вас закончились силы. Отойдите в сторону и отдохните. Даже будучи голодным.